Блядь, ну что это за позорище? Ну вы посмотрите, какая это срань! Кто ставит лайк, тот молодец. Кто не ставит лайк, тому пиздец. Конфуций, какой-то год там до нашей эры. Ну что, друзья, этот день настал. Давайте просто нажмем крестик и вместе с вами насладимся этим красивейшим уолкаутом. Охренеть, какие красивые тона. ПП, Реал Мадрид. И это карточка Дэвида Бэйхам. Блин, какая она красивая. Что за хуйня, блядь, а где мои патлы? Да, как вы видите, Дэвид Бэйхам тоже в шоке от того, что яшники не удосужились, блядь, пририсовать ему длинные патлы. Все абсолютно версии, которые я сейчас видел на данный момент, они все почему-то лысые. Я хз с чем-то связано, но, блядь, подписать контракт, там, сколько, 40-50 миллионов, блядь, и не удосужиться, блядь, пририсовать патлы. Ну, это полная хуйня, как я считаю. Ну, естественно, эта карточка вышла, и многие пользователи начали сливать своих Бэйхамов. Допустим, на рынке целых 2 Дэвида Бэйхамов по одному ляму. Но при этом, посмотрев на статы, ты понимаешь, что, ну, смысла в этом абсолютно никакого нет. То есть, вам дают бесплатную карточку, и вы должны переплатить миллион, чтобы, ну, получить, там, на тройку пейса побольше, передачи на двоечку, там, Дэв на один. Ну, это полная чушь, поэтому я считаю, что смысла в этом абсолютно никакого нет. На самом деле, вот с таким вот интересным энтузиазмом я давно ролики не записывал, потому что мне действительно интересно посмотреть на карточку Дэвида Бэйхамов в игре. Ну, вот, положа руку на сердце, смотря на эти статы, нельзя сказать, что это прям вау. Типа, ловкость 7,7, это такое себе, сразу понятно, что он будет не очень поворотливый. Та же скорость, 3 на финтах, 3 на слабой, средняя, средняя. То есть, как мне кажется, могли бы они немножко статы ему и подкрутить, так скажем. Ну, и понятное дело, что уже многие успели записать на него обзор и составить какое-то мнение. Я особо не спешил, потому что у меня были причины, а причины вот такие у меня были. Да, в общем-то, начал я охоту за платины в Киберпанке, уже выполнил 57%. Наиграл, к слову, я уже 57 часов. Я одновременно люблю и ненавижу эту игру. Давненько меня так игры не засасывали, но если присмотреться, то, понятное дело, что там можно найти миллиард недостатков по типу багов, вылетов и прочего дерьма. И да, я знаю, что уже некоторые люди в сегменте делали обзоры на него. Я тоже успел подглядеть, и все как-то бездейно подходили к видеороликам, пихали там его в какие-то дефолтные, неинтересные составы. Я решил к этому подойти с полной ответственностью и собрать интересный склад вокруг Дэвида Бэкхэма. Ну и перед тем, как мы соберем этот склад, я хотел бы напомнить о своих спонсорах, компании OneX. В ВП-лочке пройдет очередная заруба, Эвертон будет играть против Арсенала. По закрепленному комментарию вы можете делать ставочку на сайте OneX или просто используйте мой QR-мод. Вот такие дела. Ну и не забывайте про продажу монет, мой личный сайт в описании. В первую очередь, конечно же, я ему поставлю 23 номер, который у него был в Реал Мадриде. Во-вторых, это естественно, я куплю форму Реал Мадрида, а давайте розовую, прям как у меня сейчас. Ну и, конечно же, куда же без формы MU, стоит она на хайпе 4000 монет. Ну и, смотря на этот линк, я думаю, вы примерно понимаете, по какому принципу я буду собирать состав. Я решил окружить Дэвида Бэкхэма его старыми коллегами, друзьями, товарищами по команде, называйте это как хотите. Ну и, собственно, первым будет Пол Сколлс, с которым он играл в одной команде в Мачесте Юнайтед. Прайм карточки, к сожалению, я не нашел на рынке, поэтому беру его 89-ю версию. На позиции центрального защитника у меня будет Сергуня Рамос, с которым Дэвид Бэкхэм в свое время успел поиграть в Реал Мадриде. С Казимира он, конечно, не играл, но по линкам тут все подходит идеально. Да, ребята, я так нормально охренел, когда собрал себе паки 81+, где два игрока, и мне упал Казимира. Что это за чудо? 90 рейтинг, статы просто бомбезные, и самое охерительное, что он мне в основу идеально залетает. На позиции правого защитника у меня будет играть Замброта, который успел поиграть с Дэвидом Бэкхэмом в Милане. И как-никак, кстати, он вписывается сюда, потому что на позицию ЦПшника идет Дак, да, вот такой Дак, интересная карточка, которую я выбил в каких-то там матчах, где вы должны были играть за чемпионшип. На позиции форварда, ребята, я думаю, что вы уже догадываетесь, кто должен стоять. Это, конечно же, единственный и неповторимый Златан Ибрагимович, с которым в свое время Дэвид Бэкхэм успел поиграть в ПСЖ. Вот такой состав, как мне кажется, выглядит интересно, креативно. Сейчас я докупаю игроков, и пойдемте уже наконец-таки тестировать Дэвида Бэкхэма. Ну и заходя к моим корешам из OneX, не забывайте про промокод. Постараемся успеть посмотреть на склад соперника, Криштиану Роналду красный, Канте красный. Ты что, блядь, такое? Как людям, блядь, дропаются эти карточки? Я в ахуе. Блин, ну приятен сей факт, что ты играешь за Дэвида Бэкхэма, не знаю, прям кайфово. Так, вот такой вот пас шикарный на Златана. Так, вот оно, вот оно, вот оно, ребята. Вот оно, Дэвид Бэкхэм, первый лонгшот! Блин. Сейчас бы я, конечно, охренел, если бы он свой первый лонгшот сразу же забил, это было бы слишком красиво. Так, ну вот вам и Криштиану Роналду, который, естественно, оторвется, естественно, забьет, блядь. Ну, что я сделаю против Крира? Так, это что такое? Это что? Блядь. Это мой ебаный Wi-Fi. Я не буду продолжать играть. Давайте я сейчас провод подключу, потому что играть так просто невозможно. Так, лан-провод я подключил. Так, второй соперник. Надо опять успеть посмотреть на состав. Так, Холланд... Блядь. Я что-то никак не могу привыкнуть к версии на PlayStation 5. Как мне кажется, играть намного сложнее. Не знаю, с чем это связано. Вроде движок такой же, но по ощущениям как-то по-другому играется. Так, попробуем вот так вот. Ну-ка! Ой! Челхану глуп! Блядь, на добивании! Блядь, я не понимаю, здесь еще два игрока против меня играть или что? Да-да, чуваки вдвоем играют. Я думаю, что так сложно, бля, пасы давать, а они все перекрывают, нахуй. Вот он, вот он, Дэвид Бэкхэм. Ну, слушайте, дриблинг не такой уж и деревянный, на самом деле. Типа, я ожидал, что намного хуже будет. Вот так вот попробуем сейчас ебнуть. Ну, блядь, чё я поделал? Там, блядь, они вдвоем играют, блядь. Все ворота окружили и все. И как мне, блядь? Да вставай, Дэвид, блядь! Ну, мяч идет в твой адрес. Ну, чё ты, блядь, руки поднимаешь? По моментам, конечно, мега скучный матч. Не знаю, чё вам показывать. Пиздец. Так, боли. Карточка, которую я вот-вот собрал. Дальше. На Салахича. Салахич! В дальний. Ну-ка! Блядь, почему в ближнем ударил? В дальний целился. Куда давать? Вот так вот! На, нахуй! Блядь, да как вы не попадаете? Ну, это просто какой-то пиздец. Все, проебали. 1-0. Очень скучный матч. Даже сказать нечего. Дэвид Бэкхам 7-1. Ну, такое. Пока что не могу сказать ничего про эту карточку. Ни хорошего, ни плохого. Так, сейчас постараемся разглядеть следующего соперника. Так, Балосье. Ага, и да и в целом эпилочку. Так, Бэкхам. На Златана. Хороший пас, хороший пас получился, Златан. Ништяк. 1-0. Хороший был пас, но зная, как работает система пасов в этой игре, наверное, не стоит какой-то особый акцент на этом делать. У меня бывают там какие-нибудь бронзовые бичи там в битве состава. Такие пасы вырезаешь, что ты просто охреневаешь. Блин, тише, тише. Просто, блядь, next атака и сразу же гол забивает. Вы видели? Как близко прошло. На секундочку поверил даже. Дэвид Бэкхам. Хочется вроде лонгшот ударить, но я знаю, что сейчас будет какой-нибудь ебучий автоблок, поэтому смысла от этого мало. Хочется поближе подойти. Вот сейчас, например, можно попробовать. Вот такой удар, что за кошмар вообще, блядь. Блядь, так сразу. Ой, Тарштегин, спасибо, что спас. Дэвид Бэкхам на позиции пазешника почему-то отрабатывает. Так, блядь, ну конечно финтов дико не хватает. Ну тут разве что дрэкбэк и бау-ролл им делать. Короче, я пришел к выводу, что я играю вообще неправильно в эту игру. Мало того, что у меня состав, ну, откровенно, так себе. Я еще пытаюсь играть все время на одного игрока. Ну вот что мне поделать? Ну хочется мне протестировать Бэкхама. Ну вот такие вот удары, например. Так, Дэвид Бэкхам, давайте попробуем такой паз вырезать. Отлично, шикарнейший паз прошел, но убежать здесь невозможно. Челханугу валят. Возможно, это и к лучшему. Ну-ка, Дэвид Бэкхам. Попробуем сейчас забить. Удар. Ха-ха, мне даже ачивку дали, ребята, снайпер. Забейте гол со штрафного. Это мой первый гол со штрафного от Дэвида Бэкхэма. О, ебать красотуля, ебать красотуля. Чуваки, ну, за это лайк. Вы посмотрите, соперник даже повтор не пропускает. Ну, посмотрите, какая красота залетела. Охренеть. Ну, этот гол определенно перечеркивает все негативные моменты, связанные с Бэкхэм. То есть, если я до этого так себе смотрел на эту карточку, сейчас, конечно, забив со штрафного, я такой, вау, круто. Ха-ха-ха. После этого соперникой, опачки, надо выпустить Дэвида Бэкхэма. Так, ну что, ждем каких-то приколюх от его Бэкхэма. Сейчас он пытался лонгшот ударить. Конечно, ребята, скажу так, без флангов играть в этой игре, это как без рук. Ну, посмотрите, все, я втыкаюсь в стену, хотя вот здесь вот неплохо получилось. Челханугу. Ооо, какой гол, какой гол, блядь. Я мастер забивать красивые голы. Посмотрите, нахуй перебросил, боже мой. Так, ну слушайте, Челханугу забил красивый гол, Бэкхэм забил красивый гол. Осталось, чтобы и Златан какую-то красотулью оформил обратно на Бэкхэма. И вот здесь такая подкруточка должна полететь красивая, ну почти, почти. Казимиром, прошу заметить, неплохо выглядит на позиции ЦЗшника. Так, смотрите, как он хавает, как он хавает, Казимиро хорош. Вот такой вот забросик шикарнейший получается у Бэкхэма. По поводу пасов, прям вообще никаких вопросов. Пасуется он прям гениально. Все-таки я, наверное, утрирую, говоря о том, что пас не имеет значения в этой игре. Бэкхэм. Блядь, да что так плохо? Ну вот сейчас нормальная ударная позиция была. Странная карточка, странная. Не могу однозначно сказать, нравится она мне или нет. Казимиро опять хавает. Ну, посмотрите, как же он хорош. Казимиро. Какого-то хера здесь оказался и тоже перехват сделал. Ну. Блядь, ну я не понимаю. Вот удары с подкруткой прям очень плохо летят. Ну и все, заканчивается у нас матч. 1-3. Бэкс отметился шикарнейшим штрафным. 8-8 оценка. У него, кстати, еще ассист есть. Естественно, я хочу пересмотреть этот гол. Как он его забивал. Посмотрите. Красиво. Со своей анимацией. Так. Некст соперник. АПЛочка. Так. Полсколс. Надавида Бэкхэм. Бэкхэм. Ложная остановочка. Вот так вот. И полсколс. Блядь, какой плохой удар. Какие ужасные вообще в целом лонгшоты в этой игре. Я ебал. В футбольном симуляторе ты не можешь, блядь, от души приложиться и ударить поворотом, блядь. Как по пизде ладошкой, блядь. Нежненько так в ручке, блядь. Что это за хуйня? Да, блядь. Да что за хуйня? Какая нахуй пенка, блядь. Ааа, давай забивай, хуйня, блядь. О. Хе-хе-хе. Самый верный способ отбить пенальти. Просто потянитесь во время того, как вам бьет соперник. Так. Хорошо. Хорошо. Потолкайся. Потолкайся. И челхал на углу. Да, блядь. Да как забивать в этой ебучей игре? Хороший пас. Шикарнейший, я бы даже сказал. Хорошо, Златан. Ну. Найс, блядь. Один нуль. На князке, блядь, забили. Челхал на углу. Ну, бэкс дал предголевую передачу. Так, меня заебало играть в узкую схему. Все, блядь, нахуй. Роналдо, Салах и Пайли выходят. То, если попробовать закрутить. Ой-ой-ой-ой. Слушайте, а это хорошая идея для отдельного ролика. Постараться закрутить бэкхам с углового. Бэкхам. Подача. На Салаха. Боже, какие удары, блядь. 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 Вот это, кстати, читерская зона. Если вы заметили, вот, если вот под углом вот так вот смотреть, очень часто залетают голы. Так, соперник что-то пизда начал жестко играть. Тут нет офсайда, серьезно. Блядь, реально не было офсайда. Охренеть. Блядь. 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 Так, очередной матч у нас заканчивается. Дэвид Бэкхам получает оценку 7,4. Ни голов, ни голевых. Точные пасы 21 из 29. Я думаю, что это последний матч на сегодня. Смотрим на состав. Феликс, Депай. Ну и, впрочем-то, это все, кого я увидел. Ну, погнали. Финальный матч Дэвида Бэкхама. Я уже составил кое-какое свое мнение по поводу этой карты. Поэтому... Ой. Нихуя себе, какой пас. Офсайда есть? Офсайда нет. Челхан углу. Охуенный, блядь, удар! Хорошо, пасуемся. Прям идеально. Сколс, который тоже может отличный пас выдать. Так. Хорошо. Блядь. Блядь, я все запорол. Ну-ка, файнесс. На-не, там, блядь, ебаный, блядь, автоблок. И летит, блядь, ебучий шлагбаум, блядь, с 30 тысяч километров. Смотрите. Блядь, да как бить в этой игре? Она меня бесит. Со своими ебучими автоблоками. А здесь будет автоблок, блядь? Нет, не будет. Спасибо. Я не знаю, сколько мне отборов, блядь, нахуй нужно сделать, чтобы, блядь, этот ебучий мяч, блядь, не отскакивал к ебучему, блядь, сопернику. Спасибо на том, что вы не засчитали этот гол сопернику. Да, блядь, а можно остановиться, блядь, нахуй? Что это за ебучая ракета летит? Да, пиздец, это что за, блядь, подкат, бейка, просто, блядь, делает ебучий депай, блядь, ебаный депай. Идеальнейший подкат, нахуй, делает. Бля, можно свистнуть, нахуй. Блядь, три минуты уже отыграли. Он дает еще ему штрафной, я в ахуй. Так, дает бэкхам. Хороший пас на Роналду нужен. Просто хороший пас на Роналду. Спасибо. Вроде как пас отличный, но эти ебучие автоблоки, конечно же, блядь, идеальные. Ну, бэкхам, пожалуйста, ближний. Так, все, блядь, нахуй, серьезные лица сделали. На, нахуй. Они стелятся просто, блядь, со всех нахуй сторон. Со всех нахуй углов. Но это не похоже на реальный футбол. Это похоже на игру, блядь, против каких-то ебучих, блядь, роботов, которые играют по скрипту. Ебать. Ну вот сейчас хороший удар получился. Ну, Роналду. Хорош. Криштиану Роналду. Давай обнимемся с Бэкхэмом. Хорош, блядь. Вот это передача от Дэйда Бэкхэма. И Роналду головой. Один на один. Все, немного мой пердак подуспокоился. Я понимаю, что я периодически ною по какой-то хуйне непонятной, бредовой. Но в такие моменты, вот когда ты вот такой, блядь, сука, не забиваешь, как можно не ныть, блядь. И не агрессировать, блядь, на ее ебаную игру. Криштиану Роналду. Оторвется ли он от бича какого-то ебучего? Конечно же, блядь, нет. Он делает супер подкат. К счастью, это красная карточка. Я надеюсь, блядь. Спасибо. И это опасный штрафной. Естественно, Бэкхэм у мяча. Блядь, пожалуйста, ну не ставь. Ну не порть мне красивый гол. Ну он, короче, всю команду туда поставил. Скорее всего, я не забью, но... Я постараюсь. Да, блядь, да как он это сейвит, блядь. Я вахую просто, что в этом матче, блядь, происходит. Златан. Блядь, опять он сейвит ебучий курту, а? А-ха-ха! Блядь, какой гол! Сука. Я всю жизнь мечтал забить такое говно, блядь. Всю ебаную жизнь. Этот гол красивее... Голан со штрафного от Бэкхэма, блядь. Какая хуйня, какая хуйня. Вот и красивый голос Златана Ибрагимовича. Вот такое бывает, да, это карма, блядь. Нехуй, блядь, свои автоблоки подключить. Ебать, это кто? Силас, блядь, это чувак с непроизносимой фамилией вышел. Ну, бля, ну заебал, ну то есть ставить своих бичей. Ну как это нахуй бесит? Ну реально бесячее дерьмо. На нахуй, бля, куртуа. Ну почти забил. Не, штрафные, конечно, у Бэкса просто фантастические. Тут не наебали. Ну, Бэкс, ну пожалуйста. Ну, Бэкс, хорош! 9 Бэкхэм, блядь, наконец-таки, блядь, забил. Конечно, гол такой, блядь, ну типа, блядь, ну сами понимаете, блядь. Слишком много, блядь, я говорю, блядь, хватит. Слово паразит. Я еще в этот киберпанк наигрался, где там, блядь, сплошной мат через мат. А, блядь, блядь! А тебе хули надо? Так, так, пацаны. Ну-ка, 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 ну-ка. Блядь, чуть не залетело. Фантастический матч, я думаю, я в него проиграю. Так, Бэкхэм, 8-7, гол плюс ассист. Блядь, ну что это за позорище? Ну вы посмотрите, какая это срань! Я уже тысячу раз видел, как вот оператор ходит сквозь игрока, но это такая хуйня криповая. Ну вы посмотрите, блядь! Ну неужели нет человека, который, блядь, смог бы, как бы, намекнуть вам на то, чтобы убрать этот ебучий скрипт? Ну и вот во всем этом виднеется отношение, блядь, электроникарта к своему продукту и к своим пользователям. Не, ну самый красивый гол, который я забил в этом выпуске, это вот эта вот херня. Бля, какая хуйта! Какая замечательная игра, ребята! Ну и давайте подводить итоги по составу. К защите вообще нет никаких вопросов. Даг Сколс никак их не почувствовал. Особенно в последнем матче, когда я выпускал фланги Вальверде. Крутой парень. Чалхан углу ни рыба ни мясо, но при этом два галешника каким-то чудом забил. Златан Ибрагимович, два гола плюс ассист. Что еще можно ожидать его в возрасте? Ну и Дэвид Бэкхэм, два гола, два ассиста за четыре матча. Два матча я не считаю, в одном был Рэйдж Кутфит в самом начале, когда мне интернет полетел, а второй матч даже не начался, и у меня просто кикнуло. Так что за четыре матча два гола и два ассиста, ну типа норм статистика, так скажем. Но по самой карточке, конечно же, есть вопросы. Было очевидно, что яшники не станут бесплатно раздавать каких-то супер бестов. У него есть куча талантов, у него есть классные показатели, практически все зеленое. Но вот в самой FIFA 21, естественно, он не ощущается, как какой-то чувак, который сможет сделать вам результат. Удары вы сами видели, вот по поводу штрафных вообще никаких вопросов нет. 94 это тот показатель, который действительно имеется, подкрутка 97. Ну вот я ее, можно сказать, не заметил, потому что пытался несколько раз крутить, но как-то вот не удавалось. Поэтому удары, это не конек Дэвида Бэкхэма. Дриблинг, ну такой, ну типа он вроде как и есть, но его нет. Нет, вот ловкость 77 как-то все портит. Возможно, стоит дать ему мотора и как-то по-другому карточка будет ощущаться, я не знаю. По поводу перехватов тоже сказать нечего, потому что я его использовал на позиции Цапника. Ну и физическая подготовка, сила 73, наверное, оно так и ощущается. Бегать я за него не пытался, но показатель 75, конечно, не внушает доверия. Ну и по итогу, что можно сказать? Фановая карточка, которой можно поиграть и получить даже удовольствие, особенно во время того, как вы там вешаете или бьете штрафные. Само присутствие Дэвида Бэкхэма дает какой-то шарм, то есть, так скажем, игрок для души. В будущем, возможно, я его протестирую уже карточки кумиров. Возможно, они будут немного покруче. Хотя по старту вы сами видели, что не сказать, что прям какая-то гигантская разница. Ну и вообще, это интересная идея, давать вот подобные карточки разным кумирам и привязывать их к клубам. Вот такие вот уже примеры имеются в интернете. В принципе, на нечто подобное я посмотрел бы с удовольствием. Но опять же, если держать в голове ту мысль, сколько денег они забашляли за эту карту, отнеслись они к этому событию, так скажем, на отъебись. Я думаю, вы и так уже видели скрины, где не показывается его возраст, не показывается его геймфейс, там какая-то дефолтная болванка. Ну и сам факт того, что, блядь, они на карточке делают ему длинные волосы, а в самой игре он лысый. Ну это показывает, опять же, все отношение Electronic Arts к своему продукту. Просто похуй! Им важно было добавить лицо Бекхэма на саму, как бы, обложку FIFA, они это сделали, а вот что с карточкой, да похуй, и так сойдет, сделаем его лысым и отъебитесь. Ну и финальное слово, ребята, я оставляю за вами. Интересные комментарии приветствуются, как вы знаете, я их лайкаю. Поэтому напишите что-нибудь классненькое и поставьте лайк. Лайки я тоже люблю. Старался как-то интересно подойти к этому видеоролику, он даже идет больше, чем обычно. Так что пишите в комментариях, нравится ли вам такой формат, понравился ли это видеоролик. С вами был я, PandaFX. Фивку я закрываю и иду дальше выбивать платину в киберпанке. Субтитры сделал DimaTorzok